СЕРБЫ И ХОРВАТЫ В 1990 году боснийским мусульманам захотелось независимости. Продолжает Мухаммед Филиппович. У нас никогда не было резервного государства, каким располагали боснийские сербы и боснийские хорваты. Мусульмане не хотели жить в Югославии без вышедших из ее состава Хорватии и Словении. Но мусульмане не хотели жить и в такой Боснии, которая по замыслу Милошевича должна была превратиться в Большую Сербию. Это еще неотвратимее подавляло бы нашу национальную идентичность. И без того многие мусульмане, бывшие Югославии, чувствовали себя униженными, наши права ущемлялись. Ведь только в 1974 году Тита разрешил мусульманам писать свое вероисповедание как национальную принадлежность. В основе мусульманской культуры находится глубинное ощущение самого себя, собственного духовного статуса. Главное для нас это напряженная внутренняя жизнь, в отличие от тех, чьи усилия направлены на активные внешние действия. Смысл нашего бытия в обращении к самому себе. Смысл нашей жизни в самосовершенствовании, что очень не нравится тем, кто стремится завладеть всем миром, природой и другими людьми. Лидер боснийских мусульман Алия Изидбегович в книге «Исламская декларация», являющейся программной для всего мусульманского мира, писал о том, что ни здесь, в Боснии, ни где-либо еще мусульманский народ не потерпит никакой другой этнической группы. Благодаря «Исламской декларации» Сраева стал одним из центров мусульманского мира. В этой работе Босния и Герцеговина рассматриваются как одно из важнейших звеньев мусульманского наступления. Поэтому такие крупные исламские государства, как Иран, Пакистан, Саудовская Аравия и особенно Индонезия, так серьезно относятся к Боснии. Мусульманские партийные лидеры пожертвовали миром ради независимости Боснии, которая по их замыслу должна была стать исключительно мусульманской страной. В своей книге Алия Изидбегович призывает создать единое исламское сообщество от Марокко на западе до Индонезии на востоке. Алия Изидбегович никогда не был ни крупной политической фигурой, ни выдающимся мыслителем, хотя бы в силу его психологических особенностей и масштаба личности. Он был настоящим верующим, настоящим мусульманином, он желал лучшей доли для боснийских мусульман, для всей Боснии, но ему всегда не хватало политического искусства. Суть еще и в том, что мы объединились, будучи на разных уровнях духовного развития. Только сербы отождествляли себя как нацию. У хорватов даже сейчас нет своего национального героя. Мусульмане стали нацией несколько десятилетий тому назад. Только сербы отождествляли себя с Югославии. Сербы находились на высшем уровне интеграции и развития. Я не думаю, что сербы такой уж великий и самодостаточный народ. У нас любят порассуждать о величии народов, говорит Нермен Тулич. У нас нет народов правых и виноватых. У нас есть бредовые идеи Великой Сербии, Великой Хорватии, Великой Боснии. Большие идеи маленьких балканских государств, которые приводят к войнам и страданию. Сербия хотела отвоевать половину Боснии. Хорватия хотела отвоевать половину Боснии. Также я знаю, что в Сараеве погибло 20 тысяч мирных жителей, среди них 1600 детей. Я хотел бы спросить тех, кто это сделал, что значит эта чудовищная цифра – 1600 погибших детей. Они не были сербами, хорватами или мусульманами. Они были всего лишь детьми. Я боснийский мусульман. Я боснийский мусульманин, а моя жена – другого вероисповедания. Ее зовут Майя, ее отец православный, а мать – католичка. Я родился и вырос в пятиэтажном доме, на каждом этаже которого жили люди разных национальностей. Православные, хорваты, мусульмане, евреи, цыгане. Я прекрасно помню, как еще в начале 90-х, перед самой войной, все мои соседи собирались, чтобы отпраздновать католическое Рождество, православную Пасху, мусульманский Байрам. «Никогда не забуду, как мы все веселились под мелодией балканских евреев», говорит Нермен Тулич. «Наверное, вы знаете, что в Сараеве находится одно из старейших еврейских кладбищ в Европе». Великий боснийско-герцеговинский поэт Абдулла Сидран назвал Сараева планетой. Он говорил, что Сараева – это целая вселенная. Сараево всегда считался самым изысканным и утонченным городом бывшей Югославии, по величине и влиянию уступая лишь Белграду и Загребу. Как здесь говорят, это был единственный город на Балканах, имеющий душу. Тяжелая артиллерия и стрелковое оружие постарались придать душе Сараева форму обездвиженного камня. Уникальная библиотека была первым зданием, сгоревшим в Сараеве. Жители города плакали так, будто сгорел весь мир, будто настоящее возненавидело собственное прошлое, будто человек предал самого себя. Первая мировая война, начавшаяся с выстрела на этой улице в австрийского эрцгерцога, вернулась в этот город точно фантомная боль, ибо войны подобного толка никогда не заканчиваются. Трамвайная остановка рядом с Башчаршей. Здесь, в 1992 году, мусульманский экстремист Рамис де Лалич разрядил обойму в свадебное шествие, смертельно ранив отца жениха, православного священника. По мнению сербов, это был первый призыв к новой войне. Однако боснийские мусульмане утверждают, что это была всего лишь бандитская разборка между двумя мафиозными кланами. Возможно, данное событие достойно упоминания лишь в сводках криминальных происшествий, если бы не последовавшая месяц спустя кровавая трагедия на Балканах. Война была нужна политиканам, воротилам криминального мира и религиозным безумцам, говорит Нагин Атольевич. Я потерял обе ноги, но, несмотря на мою личную драму, у меня нет злобы. Уже в больнице я осознал, что со мной произошло, и даже тогда я старался победить ненависть. У меня есть дети, я не мог бы их учить жизни, будь я наполнен ненавистью. В молодежном театре Сараева, где мы сейчас находимся, работали боснийские сербы, боснийские хорваты и боснийские мусульмане. Кто-то из них был актером, техником или простым работником сцены. Во время блокады Сараева мы раскуривали одну и ту же сигарету, ели одни и те же консервы. Мы делили жизнь и смерть, доказывая напавшим на нас странам и всему остальному миру, что Сараева и вся Босния – это единая неразделенная цивилизация. Субтитры создавал DimaTorzok